всем привет как многим уже известно в украине продлили военное положение еще на 90 дней то есть до 21 ноября 2022 года и опять среди многих мужчин возникают вопросы кого из мужчин выпускает из украины кого не выпускают какие есть изменения и что с этим всем делать в этом видео мы с вами со всем этим и разберемся кстати обязательно посмотрите это видео до конца потому что там вы узнаете за самую большую ошибку которые люди совершают в этом вопросе но прежде чем мы перейдем к делу попрошу вас в комментариях написать ваше мнение нужно ли мужчин выпускать из украины или же не нужно какие аргументы в сторону за или какие ваши аргументы в сторону против а теперь подписывайтесь на канал поделитесь ссылкой на этот ролик в ваших соцсетях чтобы помочь многим разобраться в этом вопросе и давайте к делу это главная суть в том что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет временно ограничены в выезде из украины именно до 60 и они до 65 лет потому что встречается иногда либо глупые вопросы либо глупые утверждения среди некоторых людей и при этом это некоторые специалисты которые связаны с этим вопросом том что они говорят до 65 лет нет не до 65 лет а до 60 так указано в нормативно-правовых документах но есть ряд исключений которые разрешают мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет выехать из украины эти исключения сейчас мы с вами и разберем первые в этом списке это водители выезжать разрешаются водителям которые перевозят медицинские грузы гуманитарную помощь и иные грузы для нужд в целом и населения украины эта категория может выезжать из страны сроком до 30 дней разрешение о выезде из украины принимает министерство инфраструктуры и областные военные администрации но нужно дать обоснования по объему грузов и количеству транспортных средств для их перевозки вторые в списке водители грузового и пассажирского автотранспорта здесь речь идет о водителях компаний имеющих лицензии на международные перевозки грузов и пассажиров пересекать границу в этом случае можно на транспортном средстве на котором лицензиат ведет деятельность его масса должна быть от трех с половиной тонн и больше на одном транспортном средстве границ могут пересекать одновременно один водитель если это грузовой автотранспорт или два водителя если это пассажирское транспортное средство, то есть автобусы. Водители этих категорий могут непрерывно находиться за границей не более 45 календарных дней со дня пересечения государственной границы. То есть, если вы водитель грузового автомобиля или волонтер, или вдруг решили, что вы хотите по каким-то личным целям выехать из Украины, то такой номер не пройдет, потому что для этого нужно иметь пакет документов и соответствующее разрешение. Следующие в списке работники железной дороги, а именно работникам предприятий железнодорожного транспорта, которые обеспечивают функционирование и бесперебойную работу железной дороги. То есть, так или иначе, связанной с железной дорогой можно выезжать за границу на срок до 6 месяцев. И опять, это касается рабочих поездок. Далее в списке спортсмены, тренеры и спортивные судьи. Этой категории лиц тоже разрешают выехать, если они едут на какие-то специальные сборы или международные соревнования. Но при условии, что они включены в состав национальных сборных команд Украины по олимпийским и неолимпийским видам спорта и видам спорта для людей с инвалидностью. Выезд разрешен на срок до 30 дней. Следующие мужчины, снятые с воинского учета. Те мужчины, которые были признанными непригодными к военной службе по состоянию здоровья, с исключением из воинского учета. То есть, если человек по состоянию здоровья не годен для воинской службы, он может покинуть страну, но при этом должны быть соответствующие документы. Далее. Постоянно проживающие за рубежом. То есть, мужчины, которые сейчас находятся на территории Украины, но которые постоянно проживают на территории других стран, также могут выехать, но при этом должны иметь отметку о постоянном проживании в паспортном документе от миграционной службы или дипломатического учреждения Украины. Далее. Лица, проходящие обучение за границей. Это получатели высшего и специального образования в зарубежных учебных учреждениях. То есть, студенты. Следующее. Лица с инвалидностью. То есть, мужчины с инвалидностью при наличии документа, который подтверждает инвалидность любой группы, также могут беспрепятственно выезжать из Украины. Далее. Мужчины, которые сопровождают детей, жену или родителей на лечении. Тут нюансов много, все вы видите на своих экранах, ставьте на паузу и изучайте. Следующее. Мужчины, временно непригодные к военной службе. То есть, которые находятся на военном учете, но имеющие отсрочку от службы на какое-то время. Это может быть отсрочка по состоянию здоровья, например, после операции, либо перелом руки, ноги и тому подобное. То есть, то, что временно не позволяет вас призвать на службу. И есть заключение военно-медицинской комиссии. Далее. Отцы многодетных семей. То есть, мужчины, на содержании которых находятся трое и больше детей в возрасте до 18 лет. Следующее. Мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка или нескольких детей в возрасте до 18 лет. Имеют право выезда из Украины, но обратите внимание на нюансы, которые вы видите на своих экранах. Далее. Военнослужащие, пострадавшие в связи с военной агрессией. За границу могут выезжать военнослужащие мужчины, которые пострадали вследствие военных действий для прохождения лечения за рубежом. И последняя категория – это лица, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки в возрасте до 18 лет. Теперь внимание. Часто на просторах интернета встречается информация, что за границу могут выехать мужчины, которые едут с двумя детьми и беременной женой. А также мужчины, чьи близкие родственники пропали без вести или погибли во время АТО. Но со слов представителей Государственной пограничной службы Украины в постанове КМУ номер 57 пункт 2.6 исключает эти моменты для разрешения выезда мужчин за границу. Хотя есть люди, которые выезжали с беременной женой, но возможно у них были какие-то и другие исключения из списка выше. По поводу новой категории типа мужчин, которых будут выпускать с 1 сентября из Украины. Почему типа? Потому что в информации, которую разгоняли СМИ, написано не мужчин будут выпускать, а именно бизнес будут выпускать из Украины. В общем, если все это почитать, посмотреть, послушать, то в Украине из мужчин сделали просто какой-то бизнес. Как-то так получается. И опять, что мы имеем? По информации, которая указана на сайте Минцифры Украины, для обычных смертных мужчин ничего не изменилось. Потому что обычные смертные мужчины не имеют 200 тысяч гривен, которые нужно заплатить, чтобы выехать из Украины на 7 дней. А для тех необычных мужчин, для которых делались эти условия, мне как-то кажется, что эта сумма маловато. В общем, что вы думаете по этому вопросу, обязательно напишите ваше мнение в комментариях под этим видео. А теперь о самой большой ошибке, которую многие допускают, пытаясь понять, кого из мужчин выпускает из Украины, а кого не выпускает. Эта ошибка заключается в том, что многие ищут эту информацию на неправильных источниках. То есть, например, на каких-то левых сайтах в интернете, либо каких-то телеграм-каналах. А то и хуже бывает, консультируются у своих соседей, там знакомых или других людей, которые вообще не связаны с этими вопросами. Единственный правильный источник – это только официальная информация. То есть, законы, постановы, другие нормативно-правления, правовые документы и только на официальных государственных сайтах. То есть, если вы смотрите эту информацию, например, на каких-то сайтах в интернете, но на этих сайтах нету ссылки на официальный государственный источник, откуда взята эта информация, то от этого лучше держаться подальше, чтобы не влипнуть в какую-то очень нехорошую ситуацию. А ссылки на все нормативно-правовые документы, из которых бралась информация для этого ролика, вы найдете в описании под этим видео. Поэтому обязательно перейдите в описание, перейдите по этим ссылкам и лично во всем этом убедитесь сами. Надеюсь, это видео было полезным для вас, поэтому поделитесь ссылкой на этот ролик в ваших соцсетях, чтобы помочь и другим разобраться с этим вопросом. На этом все. Подписывайтесь на канал, кнопочка подписаться внизу под этим видео. До новых встреч. Пока-пока.